Сегодня в России отмечают 81-ю годовщину со дня создания воздушно-десантных войск. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек. Спустя два года началось формирование авиадесантных частей. День ВДВ в Волгограде начали отмечать с раннего утра. Представители крылатой пехоты, ветераны службы, молодежь возложили цветы к вечному огню на Аллее Героев. На площади павших борцов собрались молодые люди, служившие в ВДВ, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов. В память о погибших при исполнении воинского долга они возложили цветы и венки к вечному огню. Для Игоря Решетникова день десантника в числе самых значимых праздников. Медкомиссия признала его негодным к военной службе, но Игорь вопреки этому вердикту настоял, чтобы его отправили в десантные войска. Парень рос в семье военных и поэтому решил во что бы то ни стало отдать долг родине. Я к хирургу попросил, мы пошли с ним к военкому, поговорил с военкомом. Он говорит, у меня сын такой же, он тоже там с полскостопием беда. Он говорит, отправил служить в армию, потому что тоже захотел. Он говорит, куда деваться? И меня тоже отправили. Верность гражданскому и воинскому долгу, мужество и патриотизм, доблесть и отвага. Для десантников это не просто слова. Именно с них могут брать пример подростки, те, кому еще предстоит отслужить в армии. Кстати, в нашем регионе всех желающих молодых людей бесплатно обучают прыжкам с парашютом. На сегодняшний день больше 300 человек в год в среднем прыгают по 3, по 5, по 10 прыжков. Именно молодых ребят из военных тратистических клубов. Это те ребята, которые в будущем, как раз попадая в армию, попадают прежде всего в войска ВДВ. В честь дня ВДВ на центральной набережной Волгограда был произведен выброс парашютистов.